25 лет назад рязанец Михаил Малахов и канадец Ричард Вебер сумели дойти до Северного полюса пешком. Они совершили то, чего не удавалось сделать никому на протяжении 20 века. И вряд ли кому удастся. Они не только полярной ночью на лыжах дошли до Северного полюса, но и вернулись обратно без всякой поддержки. В Дворке вообще считается один день за два. Так, конечно, каждый день это яркое событие. Начало полярной ночи. 24 часа в сутки темно. Налобные фонари, но раз даже они не помогали разобраться в том лабиринте, в хаосе на травмождении льдов, который у канадского берега существует. А затем, наоборот, 24 часа, в конце уже маршрута яркое полярное солнце. Мы боялись, как бимикан основу нашего богатого жирами рациона. Он будет растоплен. И специально даже крышка у нас, в наших сани, в которых мы транспортировали груз, была сделана из белого пластика, чтобы отражать яркий ультрафиолет. Михаил Малахов и Ричард Вебер уже возвращались назад, когда льды начали интенсивно таять. Если бы они столкнулись с открытой водой, им пришлось бы вызывать вертолет. Это означало бы поражение. Тогда они решили двигаться практически не останавливаясь. Конечно, дикой скорости на обратном пути, когда мы торопились, боялись, что опоздаемые льды разойдутся так, что двигаться будет невозможно. Вы знаете, и последние, конечно, шаги, когда мы вдвоем, ну, 123 дня, два странных человека. Сны по-русски снятся, а с утра надо говорить по-английски. Такая ошибка определенно происходила. На острове World Hunt сейчас стоит памятник в честь этой легендарной экспедиции. До сих пор никто даже не пытался повторить этот сложный путь. Кстати, именно об этой экспедиции на Северный полюс написана книга на английском языке. Она называется «Полярная атака». Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».